Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать видео о том, что должен сдать заявитель, который едет по четвертому параграфу в Германию. Либо он должен сдать шпрах-тест, либо он должен сдать языковые курсы и пройти экзамен на уровень B1. И сейчас мы разберем в моем видео эту тему. Итак, после того, как заявитель, который едет по четвертому параграфу, отправил на тракт и все документы в Германию для рассмотрения, он ждет вызов на шпрах-тест в консульство Германии. После того, как получил этот вызов, он может поехать в консульство и сдать там шпрах-тест. Знание языка при сдаче этого шпрах-теста должно быть на уровне B1. Может, конечно, быть и меньше, потому что различные вопросы могут задать на шпрах-тесте в посольстве, в консульстве. Но когда задаются вопросы, нужно на них всегда ответить. И ответить правильно. Второй вариант – это можно приложить уже к антрагу и документам, которые отправляет заявитель по четвертому параграфу, сертификат уровня B1. Либо предложить его сразу, если он у вас уже есть, либо можно его отправить позже в Германию, как бы дослать до остальных документов. Для этого нужно будет пройти тестирование и сдачу экзамена в ГИОТЭ-институте. В каждом городе есть свои филиалы ГИОТЭ-института, куда можно пойти, записаться на экзамен и сдать этот экзамен на уровень B1. И получить сертификат, естественно, уровень B1. И уже потом его отправить. Так что есть два выхода из положения. Это сдать шпрах-тест, на который вызывают в консульство Германии. Либо сдать языковой экзамен на уровень B1. В дальнейшем видео я вам расскажу, как проходит сдача экзамена B1. Это видео мне помог сделать Андре. И вы можете уже увидеть, что я вам расскажу по сдаче экзамена B1. Это будет в следующем видео. Всем большое спасибо, что смотрите мой канал. Кто не подписался, подписывайтесь. Делитесь моими видео для тех, кто еще не знает о моем канале и кому нужна будет такая помощь. Всем большое спасибо моим подписчикам. Всего вам доброго, всего хорошего. Без байт. Чус. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!